Дмитрий Кириллович, Вы составили сперта комиссии данного конкурса. Чего Вы ожидаете от наших конкурсантов? И так бы, что Вы им посоветовали бы? По Вашему мнению, каким должен быть современный урок? Какими качествами должен молодать участник республиканцевого конкурса, учитель, профессия мужская? Иван Иванович, Вы составили экспертной комиссии данного конкурса. Чего Вы ждете от наших конкурсантов? И так же, что Вы им еще посоветовали? Ну, я впервые участвую как эксперт в данном конкурсе, но как человек, который работает в системе образования Вилюйского улуса, не первый год, наслышан в положительной степени о данном конкурсе. Этот конкурс уже проводится в шестой раз, становится уже традиционным, республиканским и уже, можно сказать, является авторитетным конкурсом. От конкурсантов я, как от любых участников конкурса профессионального мастерства, жду новых идей, помыслов на благо развития образования нашей республики. Потому что сегодня в условиях, когда мы ощущаем на себе давление Запада, США, мы чувствуем, что нам нужны новые идеи, наши собственные новые идеи, интеллектуальный потенциал нашего народа. И я пожелал бы им, чтобы они плодотворно трудились и все, что они умеют, что они наработали для себя, распространили на всей нашей республике. По вашему мнению, каким должен быть современный урок? Ну, современный урок, конечно, с одной стороны, система образования, она консервативна. С другой стороны, конечно, те условия, о которых мы сегодня работаем, это развитие новых технологий, информационных технологий, прежде всего, требует от современного учителя проводить уроки более интенсивно, более продвинуто, более, так скажем, ну, с применением новых информационных технологий и быть более коммуникабельным, и, ну, стремиться, чтобы все то, что он накопил на себя, должен максимально с отдачей отдавать своим ученикам. Какими качествами должен молодать участник республиканского конкурса «Учитель» профессия мужская? Ну, это, конечно же, прежде всего, креативность, активность, позитивность, быстрота, энергия. Это, конечно, я думаю, еще такие ключевые понятия, которые помогают любому человеку, конкурсанту, выиграть данный конкурс. Каково соотношение поступлений студентов по гендерному признаку, и как вы думаете, актуальна ли профессия учителя среди мужчин и молодежи? Ну, конечно, молодежь выбирает в целом педагогические специальности, да, но если говорить о гендерном, то, к сожалению, и это есть проблема. В основном на педагога учиться идут девушки. Но мы знаем, что в школах действительно сегодня не хватает мужчин, их трезвости, смотра на жизнь, на все происходящее. Я хотел, чтобы все-таки, как руководитель педагогического колледжа, пожелал бы, чтобы мужчин в школах было намного больше, чем в данное время. Николай Николаевич, вы в составе экспертной комиссии данного конкурса. Чего вы ожидаете от наших конкурсантов, и что бы вы им еще посоветовали? Здравствуйте. Ну, сегодня я ожидаю от конкурсантов интересных, конечно же, уроков, интересных с точки зрения не только нас, экспертов, но, прежде всего, конечно же, учащихся. Надеюсь, уроки будут интересные, пройдут все на одном дыхании. Какими качествами должен был дать участие республиканского конкурса «Учитель профессии мужская»? Ну, он, прежде всего, должен уметь выступать перед публикой. Учебный класс – это, прежде всего, тоже маленькая публика, и, конечно же, конкурсант должен уметь хорошо себя подать, умение выстраивать какой-то диалог, какую-то коммуникативную связь с учащимися. Это очень главное в конкурсных уроках. Спасибо. Ранее вы участвовали в подобных конкурсах? Да, участвовал. В 2023 году я участвовал в республиканском педагогическом конкурсе «Серебряный пеликан-2023», где стал лауреатом второй степени. И в 2019 году в этом же конкурсе, который проводился на то время, в третий раз в 2019 году. «Учитель профессии мужская».